Привет, друзья! О параде победы, о том, почему народ верит Соловьеву, а не верит своим глазам, которые видят видео, записанное расистскими солдатами прямо с фронта, далеко не оптимистичные и не парадно-победные видео, о том, как долго Путин может воевать и о том, из какой среды действительно может сформироваться та самая табакерка или тот самый шарф, который остановит эту войну, остановив жизненный путь Владимира Владимировича Путина. Заметьте, остановка жизненного пути Путина вообще не означает остановку жизненного пути самой России. Обо всем этом мы поговорили с Натальей Пелевиной. Оставайтесь, будет интересно. Первое, парад, такая дешевая китайская подделка под парад победы в этом году, как мне кажется, была, да, то есть вот такой типичный абибос, да, но при этом он содержал достаточно откровенные ядерные угрозы в сторону Запада, да, там даже Симоньян что-то как-то там сказала, глядя на ярсы, которые плывут по Красной площади, что, мол, типа, нас нельзя победить на поле боя. И я вижу в этом какую-то четкую абсолютно зависимость между нет желаемого на фронте, тут же моментально появляются ядерные угрозы. Так ли это? Конечно, во многом это действительно, мне кажется, так, надо же как-то чем-то компенсировать. При этом техники было действительно меньше, есть мнение, что постеснялись какие-то новые модели показывать на Красной площади, при том, что они никуда не доходят там, где вроде прямое их применение. Такой сжатый действительно вариант был парада, но угрозы, тот арсенал, который имеется, он используется регулярно. И, конечно, в первую очередь это ядерные угрозы, они прибегают к ней на регулярной основе, именно потому что, собственно, это единственное, что работает. Я думаю, что они более-менее это понимают, что никаких других способов, значит, как-то повлиять и устрашить у них нет. Потому что Россия не является ни каким-то важным экономическим игроком в мире, а меньше 2% от мирового ВВП. Сейчас уже там значительно меньше 2%. Америка 25% для сравнения, да. То есть там шантаж газовый не прошел. То есть куча всего или просто нету для этого никаких предпосылок, или не сработало. А вот это работает всегда. Часто появляются, конечно, но это, опять же, все очень в теории, такие аргументы, что нет, он никогда не бабахнет, да он сам понимает, что тогда нету половины России. А он, типа, Россию все-таки, наверное, по-настоящему любит, хотя я лично сомневаюсь. И он не захочет жертвовать собственной страной и собой, что самое главное. Поэтому он никогда не бабахнет. Но вот люди, которые занимают те или иные позиции, значит, от которых зависит решение, они не готовы вот так вот, значит, абсолютно безапелляционно считать, что он никогда не бабахнет. Поэтому, к сожалению, они это держат в голове. А он, я думаю, он и они, и Симоньяниха это, они это прекрасно знают и прибегают к этой угрозе на постоянной основе. Ну, насколько я понимаю, да, вот подобные страхи, они есть и в Европе, и в Соединенных Штатах. Но за последнее время количество там более резких заявлений и от Соединенных Штатов, и от Европы, оно увеличилось. Ну, слушайте, в кои-то веки, на третий год войны, НАТО заявило о том, что, оказывается, вот есть некая красная линия, которую Россия может переступить, как то наступление и прорыв фронта в Украине, после которой могут появиться войска европейских стран на территории Украины. То есть в Соединенных Штатах тоже достаточно там звучат резкие заявления. Я уже не говорю про Кэмерона с его заявлением о том, что британским оружием можно бить по территории России. Означает ли это, что, несмотря на страхи, которых вы сказали, понимание того, что необходимо в конце концов решать с плешивым, оно появляется? Ну, появляется, но все это, видим, как это долго занимает, да, что хотя бы даже минимальное ужесточение риторики. Мы сейчас не говорим о каких-то действиях настоящих. Пока это на уровне слов, на уровне, значит, просто озвученных публично, ну да, это уже немало. И Макрон, и Дэвид Кэмерон, и, понятно, и в Америке немножечко так вроде как пожёстче позволяют себе они использовать словосочетания. Но между тем, мне кажется, что пока они к какому-то окончательному решению, что для них страшнее. Чтобы ещё годами был Путин, который, мы понимаем, будет стараться вести, пусть даже уже не в самой горячей фазе, но в какой-то фазе оставят и будет вести войну в Украине. Или взять там определённые риски и постараться с этим разобраться как можно быстрее. Мы прекрасно понимаем, что если бы вовремя была оказана помощь Украине в определённый критический момент, когда вся воля была, она и сейчас есть. Но просто надо было этот полный объём помощи тогда вот, когда надо было. И тогда бы, может быть, уже всё было давно решено, весь вопрос был бы решён. И с войной, и с Владимиром Путиным. Там немаловероятно, что при действительно поражении в Украине всё-таки его век уже так будет значительно короче, чем он выглядит сейчас, когда у него всё-таки ресурсы дальше воевать есть. Но вот этого решения, возвращаясь к западным коллегам, вот этого решения, по-моему, несмотря на более какие-то жёсткие фразы со стороны некоторых политиков, вот это решение, мне кажется, ещё не принято. Потому что, повторюсь, ну хорошо, даже не стратегическое, совсем кажется, стратегическое использовать оружие, это какой-то совсем уже так бред, да? Но как минимум тактическое, вот об этом пока, в общем-то, люди не говорят, что это совсем сброшено со счетов Путиным, естественно, использование. То есть, поэтому все эти моменты, они, к сожалению, знаете, все карты ещё на столе с точки зрения дальнейших действий Владимира, Путина этого. Вот, поэтому это пока ещё в некую новую, уже вот сказать, что мы перевалили вот определённый момент, рубеж пройден, перелом и так далее, вот я бы не стала. Конечно, мы все мониторим, что говорят западные коллеги, но пока ещё этот рубеж не пройден. А заявление Макрона, которое иногда противоречит сами себе по духу своему, например, он заявил, что у нас нет войны с Россией, у нас нет войны с русским народом, и мы не желаем смены режима в Москве. С другой стороны, он является одним из главных инициаторов увеличения помощи Украине со стороны Европы. Не кажется ли вам, что Европа вообще, и Макрон в частности, пытаются учиться в гибридную войну, когда противоречащие друг другу заявления следуют одно за другим, приводя в состояние, типа, окей, а теперь что ты имеешь в виду? Ну, наверное, в какой-то степени, или он действительно шарахается из стороны в сторону эмоционально, хотя для политиков это не совсем приемлемо, но он французский политик, может быть, ему и можно. Или действительно он таким образом пытается, значит, врага запутать той одной рукой, а сейчас, а сейчас какой руке, значит. Поэтому, может быть, отчасти и так, если это продуманные вот такие ходы. Но на самом деле, конечно, напряжение, оно растет, потому что мы понимаем все, что что-то будет летом, мы понимаем, что, скорее всего, Путин готовит некую со своей стороны новую фазу в этой войне, будут сейчас мобилизовывать и загребать опять там народ под это в России, и поэтому, скорее всего, это неизбежно, да? И дальше все, дальше, ну, можно строить разные сценарии, как это будет происходить. Хватит ли той помощи, на которую все-таки, слава богу, значит, сподобились западные коллеги? Ну, я имею в виду, американцы, они очень долго, конечно, тянули. Чудовищный сценарий был бы, наверное, для нас, для всех, это если действительно война перейдет в какой-то более такой замороженный конфликт. С одной стороны, это меньше жертв, с другой стороны, это просто нескончаемо долгая ситуация, которая позволит Путину дальше нескончаемо долго, сколько ему биологический срок позволит находиться там, где он, к сожалению, есть сегодня. Но при всем при этом все делают ставку на какую-то внутреннюю борьбу, какие-то внутренние ресурсы для смещения путинского режима. Ну, потому что, просто, насколько я понимаю, больше ставить не на что. Ну, ставить на то, что он образумится, нельзя. Ставить на то, что российский народ возьмет в руки булыжник оружия пролетариата и снесет Путина, тоже нельзя. Завоевать Россию тоже бессмысленно, да, желать и хотеть. Но остается только ставка на внутренний ресурс. С точки зрения падения режима, как это, это самый популярный всегда вопрос и обсуждение, да, которое, к сожалению, нескончаемо происходит, и конца пока и края этому... Эта дискуссия не видно. Я думаю, что внутри страны, к сожалению, пока ресурсов на противостояние власти нету. Какой-то неминимальный запрос на перемены, конечно, существует, но он такой очень робкий. Тем более он абсолютно беззубый, если говорить так объективно. Люди совсем смелые, что-то себе немножко позволяя куда-то выйти с каким-нибудь плакатиком и сразу садятся в тюрьму. И на этом фоне ясно, что ничего массового, организованного массового, не спонтанного и вот совершенно, так сказать, возникшего там за ночь в результате каких-то тех или триггеров, а вот организованным быть ничего не может. А триггеры, да, вот это со счетов сбрасывается, что какое-то случится, что-нибудь случится, и это станет триггером, и тогда просто пойдут какие-то неорганизованные условные там оппозиции или лидерами какими-то протесты, а вот именно спонтанные, абсолютно такой стихийный. Вот это исключать нельзя, это сможет случиться в любой момент. Но это будет впряжено, скорее всего, с какими-то экономическими потрясениями. Вот случится какой-нибудь обвал, лебедь прилетит, вот тогда там могут быть какие-то события до этого момента. И поэтому Путин, прекрасно это понимая, делает все, чтобы экономическая ситуация была в какой-то степени стабильна. А касательно шарфиков и табакерок, тоже очень любимая тема. Ну вы видели эти спотенциальные, кто может, шарфиками и табакерками? Видели? На инаугурации вот это вот сидело, вот это вот. Вот смотрите, по поводу шарфика и по поводу табакерки. Конечно же, на инаугурации никого там не было видно. Да, ну то есть вот вообще там все, понятное дело, зацементировано и заасфальтировано. Там интеллектуэль, да, даже по выражению лица и по размеру лба, да, там исключительно вот такой вот контингент. Но недавно вот возникла мысль, возникла она давно, мы обсуждали ее недавно, с несколькими спикерами о том, что такой вот средой, в которой могут, может вырасти и сформироваться табакерка и шарфики, является молодое поколение. Вот следующее поколение, следующее поколение путинских чиновников, в которое входят путинские же принцы, как их еще называют, да. То есть это относительно молодые люди, которые сейчас упираются в потолок своих возможностей, в том числе и возможностей воровать деньги, да, в том числе и возможностей для коррупции. Потому что сверху, сверху стоит Шойгу, потому что сверху стоят деды, потому что у дедов в голове Советский Союз, потому что у дедов в голове проклятая Америка, и деды, в принципе, привыкли отдыхать, как в советское время они ездили в Сочи, а не в Сан-Тропе. А вот это молодое поколение, ему в Сочи вообще не уперлось, ему хочется отдыхать в Сан-Тропе, и ему хочется зарабатывать деньги так, как зарабатывали эти деды, и тратить их без ограничений. Вот они могут стать такой питательной средой для табакерки и для шарфика. Что вы думаете об этом? Я думаю, что, к сожалению, маловероятно, по причине того, что вот это более молодое поколение, если брать, например, сына Патрушева, который был как и на наугурации, так и вчера его показывали крупным планом на параде, он сидел тоже. Это относительно молодое, там, 45, кажется, или что-то лет. Ну, в сравнении с дедами, это сыновья, да, уже считай. Но они абсолютно части тем. А те, которые, как вы говорите, более такие свободолюбивые, хотя бы с точки зрения поездок не в Сочи, а в Сан-Тропе, у них доступа нету к Владимиру Путину. Для того, чтобы шарфик стал пригодным, значит, надо иметь физический доступ к этому товарищу. Он окружает себя совсем минимальным количеством таких же старплеров, как он сам. И где-то там уже на расстоянии трех-четырех рук где-то там болтаются вот эти более молодые, следующие поколения, как вы правильно говорите, они действительно есть, эти более сыновья сегодняшних политбюро сегодняшнего, но они не вблизи находятся. Поэтому мне кажется, что это, конечно, красивая была бы идея, значит, что вот эти более молодые, им такой жизни не надо. Притом, что да, они хотят воровать и быть частью системы, но на ворованное хотят тратить во Франции, а не в Сочах, значит. Это красивый сценарий, но я боюсь, что в реальной жизни он, к сожалению, действительно маловероятен. Еще один острый момент, о котором много говорили и который сейчас находится все больше и больше подтверждений. Национализация и перераспределение заводов, газет и пароходов, которая сейчас, мне кажется, уже вышла из подполья в более-менее публичное пространство. И, судя по всему, этот процесс не собирается останавливаться. Это тоже еще одна линия напряжения, которая возникает внутрипутинской властной какой-то системы, по идее. Ну как, те, которые реально часть системы, наоборот, это же они специально для себя-то и делают, чтобы контролировать максимально все. Вот то, что они сейчас национализируют, скорее всего, потом будет продано просто своим людям через какое-то время. Причем вот я вчера или когда прочитала, что даже макаронную фабрику отжали сейчас. Макфа, да, 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 да. Но при том, что... Наташ, а насколько я понимаю, мне всегда казалось, что в путинской системе не своих нет. Это означает, что сейчас будет происходить борьба, кто своей? Ну нет, ну как, это он означает, кто свои, кто не свои. Ну это в его ощущении все находится, и он в том, там, на кого-то указывает, кто-то выходит из фаворитов, значит, исчезает, там, испаряется. Ну так или иначе, тут главный вопрос – доверие. Поэтому вот он хочет забирать, отжимать какие-то хорошие куски бизнеса для того, чтобы это контролировалось своими людьми. Своими – это доверенными. Насколько это какие-то создаст напряжения внутри, ну, может быть, небольшие, но не в такой степени, чтобы что-то реально фундаментально начало, там, значит, трещать по швам и взрываться. Этого это не будет. Все там, какая главная руководствующая людьми эмоция в стране на сегодня – это страх. Только, безусловно, в его окружении в том числе, или даже в первую очередь. Поэтому мало кто себе там позволит какие-то ярко выраженные недовольства с высокой долей вероятности. Поэтому Путин, собственно, и делает все, что он делает. Он же оценивает ситуацию. Ему даже виднее, чем нам. Мы тут анализируем, а он знает, значит. Он знает, насколько там все в его руке, потому что просто люди запуганы и боятся собственной тени. Поэтому переспределяться под своих и все. После появления фотографий из интерьеров Дворца Путина, фраза и реакция Александра Глебовича по поводу Иванова, она особенно заиграла красивыми красками. Вы видели эти интерьеры? Там всюду минимализм и нет золота. Ну как его могли не посадить? Как его могли не посадить с таким вкусом? Я же сам просился в СИЗО. Народ, вы очень-то точно заметили, это одна из моих любимых фраз о том, что Путину очень сильно повезло с народом. Насколько народ сейчас понимает, что поздно, что он дохнет, условно говоря, захватить Киев, захватить Одессу, захватить Харьков, что это даже в планах Кремля уже отсутствует? Или на самом деле в планах Кремля до сих пор есть еще? Дойти до Львова? Ну, я не исключаю, что Путин хочет заново попробовать какой-то вот такой серьезный заход. Не просто чуть-чуть продвинуться, чуть-чуть ощущение, что мы не проиграли как минимум, а вот даже и вот у нас, вот это все остается с нами, там территории не отдадим. Не знаю, я не исключаю, что он, ну не знаю, такие вы, не такие, такие валили, но может быть и такие. То есть мне кажется, что он в своих каких-то вот этих вот мечтах влажных все-таки считает, что он еще сможет там, значит, по-серьезному себя еще проявить этим собирателем земель. То есть уже, я думаю, что ему-то, и вот он же очень самолюбивый, как человек маленький, да, по природе своей, в смысле не только физически, а во всех смыслах. Такие люди очень с комплексами, самолюбивые, и то, что у него не удалось вот эти все что-то повторять до сих пор за три дня, за три дня. Да. А у него не просто за три дня, у него такое провалище было, значит, которое еще растянулось во времени и на глазах всего мира. Да. То есть опозоренный был просто человек. Поэтому я думаю, что он реванс-то какой-то хочет в этом отношении. И я думаю, что он будет стараться, будет стараться. Почему-то промедление и слишком долгие раздумья на эту тему западных партнеров, конечно, преступны во многом. И он все еще верит в то, что Запад и дальше будет занимать, как он верил, что Запад будет занимать такую а-ля крымскую позицию после начала полномасштабного вторжения. Да, я думаю, что он же абсолютно искренне рассчитывал на то, что Запад будет вести себя так же, как и в 2014 году. Сейчас он продолжает рассчитывать на то, что реакция Запада будет слабее, чем могла бы быть. Но он же видит, что даже 61 миллиард с трудом принимался. А теперь он видит еще и показатели Трампа, который там на несколько поинтов опережает по вопросам Байдена на сегодняшний день. Конечно, это ситуация в динамике, это еще все будет меняться, выборы в ноябре месяце. Но между тем, он рассчитывает, что у него будет партнер в лице Трампа в белом доме. И тогда это не преувеличение. Это реально он так думает и в это верит. И будет ли он помогать фальсифицировать что-нибудь Трампу на грядущих выборах, как он раньше там они пытались. Я не знаю, но в любом случае он на это ставит, когда, я думаю, там кто-то ему приносит последние результаты опроса. Ну, они регулярные опросы эти. То лидирует немножко Байден, потом они выравниваются, потом опять Трамп и так далее. Но когда ему приносят, показывают то, что ему нравится, видеть, что Трамп там опережает Байтона, я думаю, он хлопает в ладошки в свои эти маленькие. Поэтому расчет на это сто процентов абсолютно. Без сомнений. Поэтому это даже, на самом деле, это значительно глубже и хуже, чем просто, в общем-то, малые действия, которые были по результату аннексии Крыма. Да, это было большой ошибкой. Но сейчас, тогда речь не шла о том, что какой-то человек, который очень уважает Владимира Путина, был в Белом доме. Или еще на каких-то там лидирующих позициях в геополитическом пространстве. А сейчас реально, абсолютно, Трамп, идущий на выборы, по многим опросам, опережающий Байдена, обожает Владимира Путина. Ну, просто он перед ним, я разговаривала с людьми, которые были в комнате, когда они встречались и наблюдали за этой динамикой. Он как девочка на свидании Трамп себя вел. Такое ощущение, что у него коленки, значит, подкашивались от, вот этого, знаете, перед Владимиром Путином. А почему? Потому что Трамп понимает власть как вот такую только, он считает, что это идеальная форма управления. Время комплементарно рассказывается о диктаторах, не только о Путине, и о Ким Чен Ине. И в целом, вообще, идет большой нарратив в этом отношении со стороны демократов в Америке, что Трамп может реально стать первым в Америке диктатором. Да, есть такое. По крайней мере, желание у него этого есть. И других диктаторов он не просто уважает, он перед ними аж там чуть ли не от возбуждения, значит, чуть ли не в омрок падает. Поэтому это абсолютно понятный расчет Владимира Путина, что если приходит Трамп, то, я вообще американцам говорю, если я говорю, понимаете, что если вы выберете Трампа, вы, Америка, будете в кармане у Владимира Путина. Устраивает вас? Ну, я немножко утрирую, конечно, но специально. Но недалеко. Недалеко от возможной реальности, если так сложится. То, что Соединенные Штаты признают Путина президентом России после этих выборов, это правильное решение на сегодняшний день? Ну, они сказали, что мы, конечно, не считаем, что выборы были честными и прозрачными, но при этом де-факто он управляет страной. Да. И если нам надо будет там с ним разговаривать, ну, а что нам, с кем нам еще раз... Ну, это, это, в общем-то, реал политик, да, то есть здесь никуда не деться. Они не могут сказать, мы в обход тебя, значит, там, Васе, Васе позвоним, если какое-то решение, вопрос. Поэтому понятно, что по факту они должны, они, собственно, таким образом это и преподносят, а не то, что они считают его каким-то легитимным. Они считают, что он де-факто руководитель страны и, опять же, ядерный, возвращаясь к первому пункту, с которого мы начали, с огромным ядерным потенциалом. Поэтому это понятно, на это обижаться не нужно. А насколько Путин действительно хочет сейчас, насколько ему нужны сейчас мирные переговоры? Зачем ему? Он думает, что ему фартит, у него все идет хорошо. Какие переговоры мирные ему нужны будут тогда, когда он будет, значит, на грани провала. Поэтому нет, конечно, сейчас ему никакие переговоры не нужны, хотя в какой-то, я не помню, уже забыла в какой, наверное, конечно, не в вчерашней речи, а в инаугурационной, сказал, что мы там не против переговоров, но чтобы с нами не вели эти переговоры с позицией силы. Что-то такое он сказал. Какая-то такая была формулировка. Но мне кажется, это, знаете, это чтобы вот волнующихся успокоить, что мы, что да, в принципе, когда-нибудь переговоры, когда-нибудь, да, да, что-нибудь там. На самом деле, он абсолютно с головой в милитаризме своем. Им какие переговоры? Его устраивает именно война, его устраивает именно такое положение вещей, в том числе, потому что у него рейтинг внутри России, безусловно, обеспечивается только этим. В основном, ну, в основном, скажем. Все остальное, там отсутствие альтернативы, и все понятно. Но сколько я слышала опросов до так называемых выборов, которые вот прошли на улицах, люди говорят, вы знаете, я, конечно, не сильно поддерживаю вообще политику нынешнего президента, но коней на переправе не меняют. И он на это рассчитывает, в том числе, я думаю, что, или там, может быть, даже не рационально, головой я так, нутро каким-то ощущает, что пока вот он все это ведет, люди от него не откажутся. Поэтому так. Насколько ваш прогноз, что будет происходить на этой переправе в течение 2024 года со старым конем? Ну, конь, да, конь, к сожалению, пока бьет копытом, я думаю, что что-то будет происходить летом. Мне кажется, они готовят какую-то акцию, значит, на фронте. Дальше, как это будет развиваться, хочется, чтобы они получили серьезнейшие отпор, чтобы их сильно ударили в морду, и тогда, может быть, они начнут переосмысливать положение вещей. Но если, не дай бог, у них что-то будет получаться, то остановить их сложно, невозможно, потому что о какой-то такой вменяемости говорить не приходится, потому что страна, Путин, который напал на Украину на пустом месте в 2022 году, все остальное, понимаете, это уже ничего нельзя исключать. Почему, кстати, в том числе и американцы, и другие западные коллеги не исключают любых действий, включая использование тактического, ядерного, потому что они не верили, что он, долго не верили, что, я, по-моему, может быть, даже с вами рассказывала про свою беседу в Госдепартаменте в 2011 году, когда они считали, что Путин абсолютно безопасен, абсолютно безопасен, потому что он прагматичный вор, он за границей России никогда не выйдет, никогда не выйдет, так они говорили, формулировка такая, они ошиблись полностью, у них анализ Путина, они сейчас уже принимают это сами, у них он просто почти нулевой, иначе, про профессиональных кадров, способных действительно дать оценку Путину, у них не оказалось, поэтому теперь они уже дуют на воду, может быть, даже, и вот на всякий случай, вот будем поаккуратнее, потому что все предыдущие прогнозы по поводу Путина у нас были просто не то, что не оправдались, ходило ровно наоборот, и поэтому они сейчас, конечно, я уже кругами говорю, что они, конечно, аккуратны по этой причине в своих решениях, но я думаю, что да, я думаю, что его остановить будет трудно, он будет стараться двигаться дальше, все это в контексте Великой Руси, которая возвращает свои земли и вообще меняет, как они сейчас уже пытаются, меняет мировое устройство таким образом, что вот великие всем, всему, значит, миру способны противостоять, какая моя мощь и все остальное прочее, этот нарратив пока тоже еще себя не черпал внутри страны, все-таки люди, я вижу и слышу, там, обычные люди это повторяют, значит, вторят пропагандистским каналам, поэтому пока там ресурс этот, этот есть, и Путин будет его максимально использовать, конечно, я думаю, в конечном итоге с трагическими последствиями для себя и для страны, но пока у него еще разгон, идет разгон. Ну, тогда будем просить тех наших зрителей, которые могут это делать, помогать силам обороны Украины или вооруженной российской оппозицией в виде Легиона Свободы России, РДК и Сибирскому батальону, потому что, ну, только эти силы могут приблизить момент, когда Путин все-таки крятен. Будем верить, что он сделает это раньше, скорее, а не позже. Спасибо огромное. Если это единственный вариант. Спасибо огромное. Будем надеяться. До встречи. Берегите себя. Спасибо большое. Спасибо.